Здравствуйте! Вы смотрите новости. В студии работает Александр Пасечник. О том, какие события этой недели запомнились русскому миру, узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Топ-3 истории. Почему иностранцы учат русский язык. Культурный символ России. Большому исполняется 245 лет. Приют «Суперсобака». Найди своего любимца. А теперь более подробно об этих и других новостях. Преподаватели из Магнитогорска получили денежные премии. В рамках проекта «Учитель сердца школы» бывшие ученики оценивали профессионализм любимых преподавателей. Победителями голосования стали те учителя, которые внесли особенный вклад в становление и развитие школьников. Рассказать о педагогах, которые стали поддержкой на школьном пути и помогли выбрать будущую профессию, так звучит главная цель премии «Учитель сердца школы». Организатор независимой акции Игорь Рыбаков, президент одноименного фонда поддержки образования и семьи. Сам Игорь называет себя одним из благодарных выпускников Магнитогорской школы номер 56. В декабре 2020 года он создал целевой капитал, который теперь находится в распоряжении учебного заведения. Пожалуйста, приезжайте, очно поддерживайте учителей сердца школы, обнимите своих родных, близких, те люди, которые, возможно, открыли вам дверь, путевку в жизнь. Приезжайте, у нас ежегодная, подчеркиваю, эта церемония, поэтому, ребят, все только начинается. По правилам проекта выбрать лучших преподавателей могли только выпускники школы. Это все те ученики, которые получили аттестат о среднем или об основном общем образовании. Отдать свой голос можно было за любого учителя, который проработал не меньше одного года в школе номер 56. Победу на голосовании одержала учительница химии с 34-летним стажем Бадуля Тамара Степановна, учительница русского языка и литературы с 20-летним стажем Иванова Юлия Борисовна, а также преподаватель математики Алфимова Юлия Александровна. Это очень классный способ взаимодействия между учениками, педагогами и выпускниками. Одним из первых мероприятий, которое прошло, собственно, благодаря созданному эндаументу, это премия учитель сердца школы, где три педагога, набравших максимальное количество голосов выпускников получили премии в размере 560 тысяч рублей. Премия учитель сердца школы станет ежегодной традицией. В этом году проект был реализован в Магнитогорске впервые, но уже успел доказать свою востребованность и актуальность. Я русский бы выучил только за то, почему именно иностранцы сегодня выбирают русский язык в качестве иностранного. Для того, чтобы читать Пушкина в оригинале, вести бизнес с нашей страной, образование получать? Разбиралась в этом вопросе моя коллега Полина Прокопенко. В одном из стихотворений Роберта Рождественского есть такие строки «Все начинается с любви». И для героев нашего репортажа этой любовью стал русский язык. Именно он объединил людей, города и целые страны. Как вспоминает Джулиан Генри Лоунфельд, тяга к русскому языку у него в крови. Еще его прадед был переводчиком Льва Толстого, а после революции принимал в своем доме в Германии семью Набоковых. Своё первое знакомство с русской культурой Джулиан помнит до сих пор. Случай на Гарвардской площади полностью изменил его жизнь. Барт бренчает на гитаре, поет песню. Какую песню? Я не знал. Какой язык тоже даже не знал. Это была молитва Франсуа Виона. Была так у Джавы. Как сейчас, прямо мурашки. Что это? Какой-то зов души. Зов русской души, можно сказать. Что-то такое молитвенное, исповедальное. Говорю, what language is that? Мне говорят Russian. И я понял, что мне нужно выучить русский язык. Уже на следующий день Джулиан начал изучать русский язык, чтобы ближе познакомиться с национальной культурой и продолжить свою языковую практику. Сейчас Джулиан один из самых известных переводчиков русской поэзии, а главное место в его личной и профессиональной биографии занимает Александр Пушкин. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. У каждого иностранца знакомство с русской культурой происходит по-своему. Но чаще всего для многих оно начинается с образования. И здесь, в Российском университете дружбы народов, можно найти действительно удивительные истории. Доктор Нагусие получил российское гражданство более 30 лет назад. Для него знакомство с русской культурой началось еще в Эфиопии. Рядом с домом Нагусие находилась больница. Там работали русские врачи. Как вспоминает профессор, они дружелюбно относились к своим пациентам и даже угощали гостей традиционными национальными блюдами. Русская культура произвела сильное впечатление на нашего героя, и он принял решение получать образование в Советском Союзе. В 91-м году, по идее, я должен был возвращаться. Но университет мне предоставляет первые стипендии для того, чтобы я продолжил аспирантуру. Главная страна, откуда я приехал, ее уже не было. В 91-м году она распалась. В 97-м году я получил гражданство. Сначала из Советского Союза, а потом из России. Вот уже более 10 лет Нагусие преподает в Российском университете дружбы народов, а также занимается переводами русской литературы. В то время как для УНИСы жизнь в России только начинается. Он приехал из Западной Африки, республики Сьерра-Леоне. Учится на первом курсе медицинского факультета РУДН и мечтает создать свое психологическое шоу на YouTube-канале, где будет говорить, конечно, по-русски. Как бы сложно, это не было. У меня много проблем с русским. Первое было произношение, но сейчас, я думаю, чуть-чуть нормально. И у меня проблемы с грамматикой и много. Но я стараюсь, чтобы я могу лучше говорить. Я могу сказать, да, я люблю русский язык. Как видите, причины изучения русского языка как иностранного у каждого свои. Универсального повода нет. Есть индивидуальный, осмысленный и глубокий. А как было у вас? Пишите в комментариях под этим видео. Полина Прокопенко, Равит Гор, специально для телекомпании «Русский мир». 28 марта исполняется 245 лет со дня основания главного национального театра России – Большого. Что изменилось за эти годы, а что осталось неизменным? Узнала моя коллега Любовь Курьянова. Национальное достояние страны, его величество, Большой театр встречает 245-ю весну. За плечами тысячи премьер, громкие имена и величие прошлого. Впереди новые постановки, овации и аншлаги. Знаменитый храм искусств начался как частный театр. Екатерина II подарила князю Петру Урусову привилегию на содержание спектаклей. Здание было построено на берегу реки Неглинки в 1776 году и выходило на улицу Петровка. Отсюда первоначальное название – Петровский театр. Возведенный в короткие сроки, меньше чем за полгода, он стал первым построенным в Москве публичным театральным зданием такой величины. У здания Большого театра была непростая судьба. Он неоднократно горел, перестраивался, а в 1941 году на него была сброшена 500-килограммовая бомба. Главный театр страны пережил несколько восстановлений. И это здание прошло через очень большую реконструкцию уже в 21 веке. И площади этого здания удвоились за время реконструкции. Вы видите сейчас в Москве здание Большого театра. Под землей еще пять этажей. Практически объем, который вы видите над землей, такой же объем находится под землей. За всю историю театра на его сцене были поставлены более тысячи произведений. Щелкунчик, Спартак, Кармен и, конечно, Лебединое озеро. В свое время постановка так впечатлила голландского селекционера Теодора Лефебра, что он вывел два сорта тюльпанов – Большой театр и Галина Уланова. До сих пор эти цветы высаживают на театральной площади в Москве. Большой и не случайно называют Музыкальной Академией России. Здесь ставили произведения Глинки, Римского, Курсакова, Чайковского, Прокофьева. На сцене блистали Шаляпин, Нежданово и Хворостовский. Танцевали Уланово, Плесецкое. Сегодня трупы театра насчитывают тысячу человек. Даже в зале Большого театра среди зрителей здесь были и Пушкин, здесь был Лермонтов, сюда в 9 лет привели Льва Толстого. Здесь, можно сказать, рос, бегая по разным коридорам, Станиславский. В Большой по-прежнему не попасть. Билеты разлетаются на несколько месяцев вперед, как горячие пирожки. Для многих поход на балет или оперу стал двойным праздником после затянувшегося карантинного локдауна. В то время как зарубежные публики, где гастроли театра всегда ждут с особенным трепетом, пока приходится довольствоваться онлайн-записями постановок. И даже такой виртуальный поход в Большой лечит и развивает душу. Любовь Курьянова, Андрей Челышев, специально для телеканала «Русский мир». Какая собака ваша? Рыжая пушистая или черная охотничьих кровей? Белоснежное очарование или терьер солнечного цвета? В приюте «Суперсобака» вы найдете ту самую уникальную, такой не будет ни у кого, кроме вас. В этом убедилась моя коллега Евгения Фахрудинова. На севере Москвы, вблизи Машкинского шоссе, расположен приют, который объединяет людей, мечтающих сделать так, чтобы у каждой собаки был свой дом. Почему приют называется «Суперсобака»? Кто его питомцы? Узнаем прямо сейчас. Приют «Суперсобака» начал свою работу в муниципальном приюте в 2010 году, а потом построил еще один дом для собак. Оба приюта находятся на севере Москвы. В новом живут 150 собак, а в муниципальном по соседству почти 600. Маленькие и большие, домашние и никогда не знавшие тепла, щенки и взрослые, почти породистые и явные дворняги. Это суперсобаки, которые не умеют предавать. Предлагаем познакомиться с одним из питомцев по имени Сергуня. В своей видеоанкете он расскажет, почему нужно выбрать именно его. Меня зовут Сергуня. Я умею давать лапу. Знаю разные команды. А что вы особенно любите? Поэзию. Что-что? Дай, Джим, на счастье, лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой баловим при луне. Студия Петрик благодаря своему новому проекту пытается свести собаку и ее будущего хозяина. Соблюдая стилистику, для каждой собаки из приюта суперсобака креаторы разработали видеоанкету. В ней описаны их лучшие качества и причины, по которым нужно выбрать именно их. Собак озвучивали Иван Дорн, Манижа, Данила Поперечный, Сергей Мезенцев, Дима Сыендук, Ольга Шелест и другие знаменитости. За главную песню исполнила певица Луна. Совместно с Марией Серегиной, управляющей приютом, они решили, что лучшей помощью будет найти людей, которые придут погулять с собаками и заберут их домой. У нас разные собаки живут и на самом деле очень много домашних. Есть даже породистые, от которых отказались хозяева, которые абсолютно добрые, ласковые, социализированные, ходят на поводках и знают команды и, к сожалению, остаются до сих пор в приюте. Работа в приюте – дело сложное и ответственное. Нужно заниматься уходом за бездомными собаками, поступающими сюда. Их лечением, находить для них еду, лекарства и теплые подстилки. А главное – новый дом, где животное станет домашним любимцем. Всем этим занимаются в большинстве своем волонтеры, добровольно тратящие время и часто средства на то, чтобы помочь животным. Это Лана, ей около пяти лет и это самая нежная собака в приюте – суперсобака. Она очень любит, когда ее гладят. Каждый из питомцев мечтает о своем человеке. Кто знает, может, именно вы можете стать смыслом жизни для четвероногого друга. Приехать в приют можно в любой день с 12 до 17. А каждое воскресенье в 14.00 сотрудники приюта проводят ознакомительную экскурсию и инструктаж для всех, кто хочет стать постоянным волонтером. Приезжайте, здесь всегда вам рады. Даже если у вас нет возможности забрать собаку с собой, вы можете помочь ей дождаться своего хозяина. Помощь может быть абсолютно разной. Например, прогулки с собаками. Спасибо редакции, что отправили именно меня на этот репортаж. Теперь я не одна. Евгения Фахурдинова, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собака.яндекс.ру. До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова